ДИСКЛЕЙМЕР Если нас действительно ждет новый страховин, и за этим стоит Ганг Планк, я должна защитить Билдж Ватер. Здравствуйте дорогие зрители и подписчики канала Битый Пиксель, с вами Марк Юзанас и сегодня я бы хотел вам рассказать об игре Ruined King A League of Legends Story, пошаговой тактической РПГ во вселенной Лиги Легенд. Недавно вышел замечательнейший сериал Аркейн, на данный момент, без шуток, лучший киносериал по мотивам видеоигр. Он оказался настолько хорош, что люди, которые до этого даже не знали словосочетания Лига Легенд, массово начали интересоваться миром Ронтеры и захотели увидеть еще больше историй в этой вселенной. Ruined King в этом плане отлично подходит. Если Аркейн рассказывал историю городов Пилтовера и Зауна, то Ruined King поедает нам о совершенно другом месте. Прибежище воров, убийц и пиратов Билдж Лотере. Только недавно здесь произошла резкая и кровавая смена власти. Так еще и нежить Сумрачных Островов норовит уничтожить все и вся. Справляться с бандитами и нечистью предстоит группе разношерстных героев, взятых прямиком из Лиги Легенд. Знать первоисточник не обязательно. Если вы впервые увидите Мисс Фортуну, Браума или Мечника Ясуа, игра подробно расскажет, кто это, зачем они тут и почему. С таким фундаментом за плечами неудивительно, что персонажи в игре хороши, а за их историями интересно наблюдать. Сам сюжет не глобальный, но это идет ему в плюс. Нас не загружают избыточной информацией о вселенной, а сосредотачиваются на конкретном месте и конкретном конфликте. Сама игра представляет собой практически классическую JRPG с исследованием мира и пошаговыми боями. В бою на шкале инициативы показано, в каком порядке будут действовать герои и враги. Способности делятся на три типа. Моментальные, которые активируются сразу же. Заряженные, на их применение требуется время. И ультимативные, действуют моментально, но для их применения нужно вначале заполнить соответствующую шкау, выполняя более простые атакующие или защитные умения. Есть способности, которые могут изменить инициативу врагов и заставить их атаковать позже или же ускорить ход ваших бойцов. Плюсом на той же шкале инициативы появляются зоны опасности или же наоборот, зоны дающие лечение, защиту, повышающие атаку и тому подобное. Если в начале хода или на момент проведения атаки ваш боец окажется в этой зоне, то он получит соответствующее усиление или же дополнительный урон в зависимости от зоны. На самом деле ничего сложного, подобные системы боя уже были в других играх и не раз. Мне данная боевка понравилась, достаточно быстро и легко ее освоил. Но нюансов тут достаточно. Оттого бои даже с обычными монстрами интересны. Ну и какая же RPG без прокачки героев? Здесь она не перегружена деталями. Но достаточно для того, чтобы из одного и того же персонажа можно было собрать как танка, так и наносящего урон хиллера или гибрид. Причем менять билды можно в любой момент вне боя, без траты дополнительных ресурсов. Собрали, например, и лалой в танка, попробовали, не понравилось. Тут же пересобрали ее в хиллера. Здесь при всем желании нельзя, как в том же Pathfinder, запороть персонажа. И это большой плюс. Последний вздох, начало чего-то нового. А вот с изучением локаций уже не все так хорошо, как хотелось бы. По сути, вам предстоит бегать по коридорам из пункта А в пункт Б. По пути, собирая все, что не приколочено к полу. Ну и временами решать простенькие головоломки, чтобы продвинуться дальше. Процесс этот, прямо скажу, скучен. Окружение не то чтобы шибко наполнено деталями. Даже города, по сути, представляют из себя те же коридоры, просто в другом антураже и людьми на фоне. Ну и еще ложку дегтя к этому процессу добавляет максимально неудобная карта. Мало того, что ее приходится открывать каждые 5 секунд, чтобы не заблудиться, так еще и частенько непонятно, куда именно по заданию тебе надо отправиться. Основные и побочные задания отмечаются одним и тем же значком, на который даже навестись для дополнительного пояснения, на какой именно квест он ссылается, нельзя. Ты похожа на великую королеву воительницу из Фрельорда, капитан Фортуна. Правда? Она тоже может попасть в бутылку в сотни шагов? Думаю, что может. Игра не без недостатков, но в целом она ощущается вполне себе неплохой JRPG. Конечно, у нее не было баснословных бюджетов, как у какой-нибудь Final Fantasy, однако стилистика Лиги Легенд соблюдена, история интересна, персонажи отличные, боевая система хороша, музыка также, мое почтение. Игра абсолютно и точно стоит своих денег. Всем любителям жанра рекомендую, всем фанатам Лиги Легенд обязательно к употреблению. Да и новичкам с мимо крокодилами можно смело врываться. Игра хорошо подходит для знакомства с JRPG. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова